Канал Украина представляет ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Хорошо бегут. Резво. На свободу бегут. Два года в строю шагали теперь. Побегать хочется. О, Георгий догоняет. Как думаешь, обгонит? Конечно. Ему тут тоже хорошо бежит. Георгий – сын нашего хозяина. А мы травели, а они всегда первые. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, привет, Георгий! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Эх, в васо! Мегабара! Знаешь, я тебя обниму. Эх! Салами, Рома! Здравствуй, Георгий! Знакомьтесь. Это мой лучший друг. Борис. Борис. Это васо. Это Роман. Друг Георгия – наш друг. Борис. Роман. Борис. Жора, ты ж подрезал меня. Это был хитрый тактический ход. Так что не подрезал, а обогнал. Ясно? Так, ну ладно. Тебе отец, кстати, уже заждался. Так что поехали! Так что вы мне тут баки забиваете? Поехали! А-а-а! А-а-а! Ну что, нравится? Нравится? Ты что, шутишь? Да мне впервые в жизни костюм пошили. Жора. Ну, это ж слишком дорого. Боря, ты мой лучший друг. Остальное – это мелочи. Меня не благодари. Отцу спасибо скажешь. Все-таки это его подарок. Борис. Да. Держи, дозвонились. Что, телефон, что ли? Так, а провода где? Это хозяин из Японии привез. У них трубки вот так на телефоне просто лежат. Да ладно. Можно взять, отойти даже в другую комнату. Да говори, тут мама твоя. Алло. Мама. Сейчас. Мама. Мама. Алло, алло. Сынку! Ты где? Сынку! Мама. Шо? Та чего ты погана? Шо? До дома едешь? А коли? Говорю, завтра приедем. Да. Завтра вечером приедем. Ага. Только мам, я не один буду. Я своего лучшего друга привезу. Ага. Ну, теперь хорошо. Выглядишь как солидный человек. Тебе тоже очень идет, Борис. Спасибо. Ну что, два года в армии? Ваши забрали со второго курса. Ну, значит, восстановитесь. Через три года будете дипломированными ювелирами. Очень надеюсь на это, Сергей Иванович. Понятно. Небудь за два года все забыли? Ну, что скажешь про этот камень? Хороший камень. Карата три, не меньше. И цвет чистый. Уверен. Ну, при десятикратном увеличении я включений не вижу. А ты что скажешь, Борис? Хороший камень. Но трех карата здесь нет. Два семьдесят пять. Цвет? Есть желтый оттенок. По шкале ГОСТа. Тройка, четверка. Два семьдесят пять. Хороший камень. Цвет подкачал. Хочу вам кое-что сказать. Идут новые времена. Через два-три года все изменится. У ювелиров появятся новые возможности. И очень важно иметь друга, который может помочь тебе, и которому поможешь ты. В нашей профессии очень трудно найти друзей. В основном партнеры, конкуренты. Поэтому я хочу, чтобы ваша дружба делась так же долго, как и ваша жизнь. Господа! У меня есть для вас подарок. Прошу. Ну, это же... Биржеон настоящий. Батлоб-то, отец. Да с такими инструментами я смогу. Да я все смогу, Сергей Иванович. Вы очень добры ко мне. Я не добрый. Я расчетливый. Ты талантлив, Борис. И поэтому мне выгодно, чтобы вы работали с моим сыном. Тружите. Творите. Развивайтесь. Слышите? Это нас. Нас ждут, зовут. Ни слова больше о работе. Завтра вы уезжаете из Кутаиси. А сегодня... Сегодня я хочу радоваться. Потому что мой единственный сын. Мой единственный сын за мной. Вперед! Мама. Ну, мы же не в голодный край едем, а во Львов. Знаю, знаю. Ты так завжди кажешь. А потом звонишь, мама, передайте своих огерочков. Мама, ну слушай, мы эту корзину вдвоем с Жорой не поднимем. Мы-то вон какие ребята крепкие. Ну, вы. Да на вас ветер тхнет, так вы впадете. Ой, пришел с той армии. Мама. Ходи, як грабли. Мама. Ну хорошо, мам. Мы корзину возьмем, а сумки здесь оставим. Я тебе оставлю. Ой. Скоро Толик Мовчан приедет, а мы еще не забрались. Мама, мама. Что, что, что? Все. Это удобно вообще? Ну, может, мы как-то сами на поезде, а? Да ну, на поезде дорого. У Толика рейс, потом он вам поможет там еще все отнести. Я щеком маски зараз принесу. Мамо. Мамо. Не треба. Тетя Паша, я приехал. Толик, привет. Батю уже приехал. Батю, батю. Толик. Толик, куди вот это все поскладать? А что тут у вас? Так, трошки перекусить. Трошки, мам? Да нам этого на полгода хватит. Это все в кузов. Так, давайте допоможу. Я сам. Тетя Паша, спасибо ему за все. На здоровьечка. До свидания. Бывай. Все, все, все. Конца тыждень. Она чуть вчера приехала. Ну все, все. Мамо, не треба. Не треба. Ну, добрый, добрый, добрый. Ну все, погоним, погоним. Опа. Толик. А? Ти ж там обережь до них вези. Аккуратно. Не, будет четко. Вечері уже у Львови будем. Да не волнуйся ты так. Угу. Привет, красавицы. Здрасте, девчонки. Так, слушайте меня внимательно. Илья Ильич, я всегда вас слушаю, как отца родного. Вот этого не надо. Забирайте ваши зачетки и учтите, я за вас хлопотал в последний раз. Большое вам спасибо. Зарубите себе на носу, будете пропускать историю КПСС. К следующей сессии не будете допущены. Илья Ильич, это ж хорошо, что вы пришли. Вы знаете, что эти друзья вытворили? Пока нет. Они ж общежитие сожгли. Дотла? По-моему, все корпуса на месте. Нет, ну я ж говорю, почти сожгли. Я, значит, захожу в комнату, а там никому и паяльник дымит. А вдруг он упадет? А вдруг на полу бумажка? А вдруг никого на этаже? Ну это же все. Или вот еще, например, вчера... Тетя Лид, вы такая ответственная. Ну, Георгий, ну ты... Что ты делаешь? Тетя Лид, я вами восхищаюсь. Вот когда я стану богатым, заберу вас к себе, будете у меня дома за порядком следить. Так, пойдемте. Идите, не мешайте тут доубирать. И не стучите своими железками по ночам там, а то... Так. Минанкари. Перегородчатая эмаль. Интересно. Скажите, Митривелли, как вам пришел в голову такой орнамент? Новые или народные грузинские мотивы. Грузинские? Я бы сказал, украинские. Может, покажете эскизы? Эскизы? Да. Попробуй их найди. Ну, поищите, поищите. Боря. Сейчас принесу. Так. Скажите, Борис, это... Правда вы рисовали? Да. Но делал Георгий. Угу. Но идея ваша. Украинская Минанкари. Вообще-то это наша совместная работа. Угу. И очень скажу я вам, неплохая работа. Восемнадцатая аудитория. Где эта восемнадцатая аудитория? Восемнадцатая аудитория. Первый корпус. Так. Восемнадцатая аудитория. Курс. Восемнадцатая аудитория. Первый корпус. Где эта восемнадцатая аудитория? Восемнадцатая? Восемнадцатая. Это другой корпус. Как другой корпус? Другой корпус? А хотите, я вас проведу? Хочу! Первый курс? Первый. А какой факультет? Искусствоведение. А вы? А я, я выпускник. Вот, диплом защищаю. Как интересно. А какой факультет? Я ювелир. Меня... Меня Борис зовут. Лена. Ну так вы меня проведете или как? Да, конечно. Лен, нам туда. Отец хочет, чтобы я сразу после диплома ехал работать с ним в Кутаисе. Тебя, кстати, тоже зовет. Поедешь со мной? Спасибо. Ну, знаешь, я, наверное, во Львове останусь. Мне Галецкий предложил работать в его компании, так что... Жаль. Не хочу расставаться с лучшим другом. Так оставайся. Тебе уж Галецкий тоже работу предлагает. Угу. Слушай, друг, а ты что, на свидание собираешься? Видно, да? Ну, видно. Точнее, не видно. Куда ж в таком галстуке? В таком галстуке не то, что на свидание. На похлень стыдно идти. Так другого-то у меня нет. У тебя нет. У меня-то есть. А как ее зовут, говоришь? Лена. Лена. Я ее знаю? Нет, она с первого курса, ты ее не знаешь. Первокурсницу Елену покорит вот этот галстук. А у тебя галстук красивый. Правда? Да. Ну, парней обычно не получается. Угу. Подбирать галстуки под костюмы. У тебя как-то вышло. Спасибо. Здравствуй, Боря, как диплом? Здрасте, здрасте. Здрасте. В понедельник защищать буду. Угу, угу. А вы, девушка, значит, новенькая. Помню, я вас поселяла. Значит, правила проживания в общежитии выучила? Пока нет. Боря, 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 курить вот туда, туда курить. Все, все, Лидия Ивановна. Значит, так смотри, никаких гостей после 23.00. Вот смотри, Боря в общежитии не гость, но ему в твою комнату нельзя, почему? Потому что там он гость, тебе в его комнату нельзя, почему там ты гостья. Поняла? Поняла. Тетя Лид, а я слышу, вы уже правилам обучаете. Я вас обожаю. Девушка, знакомьтесь, мы Тревелли. А это Лена. Знакомься, это мой лучший друг Георгий. А хотите, я угадаю, на какой вы поступили факультет? На искусствоведение. Ну, это вам Боря сказал. Нет, я ему ничего не говорил. А откуда же вы догадались? А у вас глаза умные. Все самые умные девушки поступают на искусствоведение. Как думаешь, он его заряжет или задушит? Ты что, дурак? Он же его сын. Он разумит и все. Да ладно, я пошутил. А не надо так шутить. Это большая честь для меня, Сергей Иванович, принимать вас здесь у себя, в Галицком ювелире. На международной ювелирной выставке в Милане ваша перегородчатая эмаль произвела на меня большое впечатление. Ювелирный дом Мэттервелли, конечно, славится своими Нанкари, но и не только. Хотелось бы напомнить, что мы поставщики двора его императорского величества, и, собственно, царю нас представил сам Фаберже. Да. И в связи с этим, я надеюсь, вы понимаете, насколько мне важно, чтобы сын продолжил традиции отца? Конечно. Хорошо. Ну, а у вас как? Все по-прежнему? Ну, мы, конечно, не ювелирный дом, и Фаберже нас никому не представлял, но своя клиентура имеется. Очень серьезные люди. Взгляните, Сергей Иванович. Да, я, конечно, вас понимаю. Если бы мой сын такое выкинул, я бы его ремнем отстегал. Но у меня сына нет. У меня дочь. И она не ювелир. Ну, то есть вам все равно? Да нет, но вы поймите и меня. Я пригласил вашего сына на работу. Что я ему теперь скажу? Извините, я передумал. Но не мне вам говорить, что в нашем деле значит репутация. Я понимаю. Но через год, полгода, я смогу его уволить по какой-нибудь хорошей причине. Например, сокращение штата. Хорошо. Буду вам очень благодарен за это. Заходите. Простите, Лев Маркович, технолог Митровейли пришел. Пусть заходит. Лев Маркович, добрый день. Добрый день. Отец. Здравствуй, сын. Приехал вот посмотреть на кого ты нас. Где ты решил начать свою карьеру, ювелир? Ну, почему ты не предупредил меня заранее? Хотел сделать тебе сюрприз, сынок. Знаешь, я вот смотрю, а мне и здесь нравится. Нравится. Лев Маркович. Лев Маркович сказал, что будет присматривать за тобой, даст тебе зеленую дорогу. Ну что же. Благодарю вас за все. Мне пора, пора. Спешу. Сын, проводи меня. Заходите, Сергей Иванович. Спасибо. Но если ты такой важный, так почему твой сын хочет работать не у тебя, а у меня. Потому что у тебя понты, а у меня реальные деньги. деньги. А теперь правда. Правду я сказал. Я не понимаю, о чем ты. То есть ты хочешь сказать, что ради этого напыщенного индюка с его металлоломом для кооперативщиков ты бросаешь родной дом? Прости, я сейчас не могу уехать. Женщина? Да. Так в чем дело? Любишь? Познакомь, женись, перевози к нам. Я не могу. Она... Она девушка моего друга. Требка. То есть ты хочешь сказать, что ты про меня? Честь семьи, родословную, семейное дело. На что? Объясни мне, на что? Ты что, болен? Не говори так со мной! Ну-ка, быстро собрал вещи и в Кутаисии. Нет. Ты мой единственный сын. Только поэтому я подожду. Я даю тебе полгода. или ты возвращаешься домой, или у меня нет вашей сыны. Уйди от меня! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Провели отца, молодой человек? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, вот и хорошо. Пока ваш друг занимается здесь ерундой, проверьте штамповку изделия номер 38. Кстати, магазин тоже входит в ваши обязанности. В понедельник и в четверг по очереди будете работать в зале. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пока твой друг занимается здесь ерундой. Это мой макет ерунда? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Жора! Я на обед, хорошо? Я быстренько. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пойдем? Какая чудесная девушка. Почему же на сборе, а не со мной? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А Георгий не хочет пойти с нами пообедать? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А он не может. Пойдем? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Хорошо получается. Думаешь, ей понравится? Кому угодно понравится. А мне кому угодно не надо. Мне надо, чтобы ей понравилось. Ну, тогда не знаю. Жор, ты будешь моим сватом? Что? Я хочу жениться на Лене. А ты уверен, что она тебя любит? Ну, честно говоря, я даже не спрашивал. Так, Кровец. Междугородка. Ну, чтобы это в последний раз. Ясно? Да. Жора, я сейчас вернусь. Угу. Прошу прощения. Ой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, мам? Мам, я женюсь. Я даже не знаю, нравится ли ей розы. Да прекрати ты шикарный букет. Иди сам, я не хочу. Как дурак себя чувствую. Да нет, давай ты первый, ты обещал. Вы, грузины, это умеете. Красиво зайти, красиво сказать. А когда она заинтригуется, объявишь, то мой выход. Точнее, вход. Пожалуйста. Пожалуйста. Буря, 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 Буря. Буря, Буря, я давно хотел тебе сказать. Говори. Буря, спасибо тебе. Ты нас познакомил, а я влюбилась. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А-а-а! Прекратите! Прекратите! Я пулу, пожалуй! Нет, не надо! Мины, мы спрятались! А ну-ка, прекрати! Где ты? А-а-а-а-а! А-а-а-а! Биби! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эх, не надо! Куда? Быстро! А-а-а-а! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да как же ты не понимаешь, не любит она тебя! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты предал меня? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Предал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Боже! Какой этот кровец псих! Здрасте, я тут. О, Линда, доброго дня! А, Метре Вейли? А, вот он, только он уже съехал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Там телограмма. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Завтра утром я должен быть в Кутаисе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА У меня отец умер. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Борис, а чего вы тут сидите? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О, да вы совсем пьяны, товарищ ювелир. Идите домой. Я не могу. Иди. Не хочу. Идемте, идемте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Георгий, я, конечно, понимаю, что сейчас не время. Но я должен тебе сказать, ты единственный наследник. И все, что принадлежало твоему отцу, это твое. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все, что находится в этом кабинете, я заберу с собой. Все это сохраню. Все мое. Повторю интерьер и сделаю себе точно такой же кабинет. И бренд Метравелли тоже мой. Бренд? Какой бренд? Твой отец не говорил, что у него есть какой-то бренд? Ха. Это слово такое. То, за что люди готовы переплачивать. Лишь бы только это заполучить. Мы должны выводить ювелирный дом Метравелли в большой бизнес. И найти хороших клиентов. Тиффани, Кортье. Подвиньтесь все. Идут Метравелли. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Борис. М? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Выпейте кофе. С похмелья это лучше, чем рассол. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Извините, мне на работу пора. Мне нужно быть там до того, как Лев Маркович придет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Подождите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы кто? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА М? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я... Маргарита. Уборщица из Калинского ювелира. Вы не помните? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Откуда это у вас? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это вы подарили? Я не хотела брать. Вы настаивали. Забудит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не надо, не снимайте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы простите, я... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я плохо помню. У нас с вами что-то было? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы что? Вы... Я же вас плохо знаю. Угу. Вы были пьяны и очень плакали. Еще у вас нос был разбит. Угу. Вот. Угу. Выпейте. Вы сейчас почувствуете, как вам станет лучше. Я побегу, ладно? Угу. Дверь просто закройте, а ключ под кофрик положите. Хорошо? Да, я понял. Спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В нашей профессии очень трудно найти друзей. В основном партнеры и конкуренты. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нет друзей. Есть только конкуренты и враги. Ну, что, Боря Кровец, пора взрослеть. Мужик, купай ялинку. С наступающим. Толик? Боря. А что ты тут делаешь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот так меня и не выперли с этой работы. Еще и год отсидел. Кто мог знать, что это была контрабанда? Может, дело маленькое? Отвез, привез. И как ты живешь? Да как вы едешь? Не очень. Летом на стройке каландр, зимой год. Вагоны разгружаю. Да, потрепала тебя жизнь. Ты, Боря, не думай. Ты не думаешь, что я на днях? Да, было время. Запил. Ну, а теперь... Я в завязке. Даже девушка есть. Была б нормальная работа, я б женился. Боря. М? Ёлку купишь? ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Гея, возьми Тимура. И осторожнее, там скользко. Хорошо, милая. Георгий? Ну-ка, иди ко мне. Держи его покрепче. Ты же знаешь, он хватает все, до чего дотягивает. Хорошо, милая, хорошо. Идем. Самый большой торт, маме, да? Идем, идем, идем. Идем. Самый маршрут. Привет. Привет. Давно не виделись. Это твой сын? Да. Тимур. Как дела? Нормально. Я вижу. Вот, ёлку купил. С наступающим. И тебя. Я пойду, меня ждут. Извини. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА 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 ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА